Религия Бахаи Меня попросили рассказать о религии Бахаи Религия Бахаи В 1844 году, в середине 19-го века Интересно, что этот год, 1844, он был годом, в котором ожидалось появление миссии Причем это и в христианском мире, и в мусульманском Есть такая книжка, как «Тайк ночью», ее можно в интернете найти Суть ее в том, что в библейском источнике есть указание на то, что мерзость запустения продлится по-моему 1260, если я не ошибаюсь, дней и ночей И если библейский день перевести в год и прибавить эту указанную дату мерзости запустения, указанное время, продолжительность мерзости запустения Прибавить к последнему разрушению Иерусалимского храма, то получается выход на этот 1844 год А в каком году последний год? Я боюсь, как бы не получилось так, что сначала появился Бахаи, а потом сказали, что именно в этот год все ждали порока Нет, нет, там была как раз история такая, что люди приезжали, паломники на святую землю, вот тогда это была Османская империя И ожидали, что вот появится Христос на облаке, так сказать, вот тамплиеры, то есть поселение там на горе Кармель, так сказать, в Израиле присутствует И ожидали второго пришествия Христа, то есть это факт известный, что именно в этом году было такое вот какое-то, так сказать Но сама религия появилась независимо от этих ожиданий, что интересно То есть она появилась как бы в глубинах мусульманского мира, такой пророк Бааб, купец по происхождению Он как раз и заявил, что он и есть тот, кого ожидает, и в мусульманском мире, и в христианском У него появилось сразу много последований, потому что ожидания были в обществе И власти сначала, так сказать, к этому очень лояльно отнеслись к появлению нового религиозного движения Поскольку воспринимали это как некий противовес, такому, значит, давлению мусульманского духовенства на власти Ну а потом, как водится, появились какие-то, так сказать, экстремистские проявления, как бы сейчас сказали И начались очень такие события кровавые Пострадало около 25 тысяч бобидов, так их называли То есть они просто решили их истреблять со стороны Да, то есть там жестоко свойственны Востоку того времени И самого Бааба заключается в тюрьму по надуманному обвинению И, значит, в тюрьму к нему приходит армянин, полковник, которому поручают его расстрелять И говорит, что вот так и так мне поручено, значит, выполнить эту миссию Но я человек военный, и, так сказать, я бы не хотел эту миссию выполнять Потому что, так сказать, я понимаю, когда идет сражение на поле брани, а тут, так сказать, нечто совсем другое На что Бааба не отвечает, что вы должны выполнить эту миссию, так сказать, раз вам получено А уж так Бог, как Бог рассудит Наступает день казни, приходит за Баабом Казнь публичная, где-то там в дворике, значит, собираются люди, посланники других государств того времени Значит, и приходит за ним, приглашает его на казнь Он не успел диктовать что-то секретарю Он говорит, что я вот не успел диктовать секретарю что-то, значит, ну, тот, кто за ним пришел Грубо очень ему предлагает пройти на место казни Приводит на место казни Двести ружей Одновременно, значит, стреляют И оказывается, вдруг, что, когда дым, вот этот, ружейный дым развиливается На месте казни Бааба не оказывается Значит, ну, когда вот такое происходит Значит, вот это армянское соединение Выстраивается и уходит просто Что-то непонятное произошло Обама обнаруживает в камере Он додиктовывает секретарю то, что, так сказать, хотел додиктовать Вот такое Причем это, я вам излагаю версию, не из бахаистских источников, а из востоковеческих Вот Поскольку присутствовали там и люди на этой казни, так сказать, не имеющие отношения К велике Ну, движение бобедов в упадке Да, на русской сцене идет пьеса Восстание бобедов Движение бобедов воспринимается, как народное субболитие В большей степени, чем ревью А в каком это году-то было, когда они его пытались как бы расстрелять? Сколько его было? Ну, вот, сейчас я хронологию Это было Ну, примерно Примерно я скажу Это был 52-й, наверное, может быть, 50-й год Вот так вот Через Ну, несколько лет после начала этого движения 1800-е, да? 1800-е, да? 1800-е, да А сколько лет было самому бобедов? Он молодой был человек 33-й? Да Ну, он молодой, нет, не 33-й, но он был молодой человек Я сейчас не берусь сказать точный возраст этого человека, но был молодым человеком достаточно Вот И, значит, движение бобедов в упадке На русской сцене в это время идет пьеса «Восстание бобедов» Русская общественность очень сочувственно относится к бобедовскому движению И воспринимает его как народно-освободительное в большей степени, чем религиозное движение Вот, значит, после этого через какое-то время уже другой совершенно человек Бахаулла совершенно другого происхождения Он, так сказать, если боб из семи торговцев, то бахаулла был сыном министра шахского двора Вот Он тоже был бобедов И он получает откровение, слышая о том, что вот он и есть тот человек А боб говорил до своей смерти, что после его смерти будет явлен человек Который полностью принесет силы до конца истины А этот год какой? Ой, ради бога, не мучайте меня Спандамно Если бы я заранее готовился к сегодняшней встрече, я бы... Ну, примерно понятно, какое время Сколько лет, например, пожил Бабса? Как он умер? Что произошло, если он там диктовал? Что с ним случилось? Ну, Баба расстреляли А все-таки его восстанавливали Да, его в итоге расстрелять, другое соединение То есть он практически сразу же после этого расстрелил? Да, он сразу после этого расстрелил После того случая, о котором я сказал Значит, я... Дело в том, что я не востоковед Я не могу, так сказать, сейчас Я не гордился к сегодняшней выступлении Уже так-то сканаю Понимаете? Значит, Бахалла Собирает под свое крыло Остатки богинского движения Разрозненного То есть это, грубо говоря, тоже середина 19 века Ну, тоже середина 19 века Через восемь лет после, так сказать, начала этой миссии То есть восемьсот сорок четыре Это прибавить восемь, получается Пятьдесят второго примерно Пятьдесят четыре Я говорю примерно, потому что я За точность не ручаюсь Здесь важна точность, но я не ручаюсь Я примерно говорю И сразу Очень много последователей у Бахаллы Но власти Всячески, так сказать, преследуют его И И Вплоть до того, что он даже Попадает на территорию Европы Кратковременно Вместе со своими последователями Со старшим сыном Амдулбаха За время своей жизни он пишет Сто томов Священное писание Значит Посылает Послания Папе Римскому Французскому императору Русскому императору Кайзеру Германии Значит Английской Английской королеве Всем посылает Послание о том, чтобы Они берегли свои народы Так сказать От войн Чтобы не допускали Кровопролития Потому что Иначе Их лично И их народы ждут большие лица Если они будут Воинственно настроены Но В итоге Его не послушались И Неприятности были у всех Там Младо-Турецкая революция Шаха сметает Которому тоже было послано послание Значит Императора русского Помните Да Тоже убивают То есть Были у всех Не отреагировавших На это послание Некоторые проблемы У тех государственных деятелей И у государственных Значит Бахаулла После всех своих странств И сообщений По Изгнанию Это и в тюрьме Он сидел долгое время В общем Все было Заканчивает свои дни На территории Теперьшнего Израиля В Абке За время своей жизни Он Общался только с одним человеком Европейским Это был профессор Браун из Германии Который оставил свои воспоминания В общении с Баховой И Но Тем не менее Такого широкого общения С С людьми Помимо общения Баховой не было После его смерти Если я не ошибаюсь Это 91-й год 91-й, 92-й год 19-го века Делами веры Ведает Абдул Баха Его старший сын Который 40 лет с ним Вознание провел И Если Бахаулла Не общался С внешним миром То Абдул Баха Уже выезжает И во Францию И в Америку И везде рассказывает Что получено Божественное откровение Новое Так сказать И Рассказывает Новое Учение Религиозное Баховое Суть этого учения Сводится К нескольким принципам Основополагающим Основной Базовый Фундаментальный принцип Религии Бахаилла Это Принцип Восходящего Божественного откровения Что Бог По мере развития цивилизации Посылает особых личностей Пророков И людям Которые Приносит знания Адаптированные К состоянию культуры К возможности Людей Данного этноса То есть Бахаилла Больше чем Христос? Нет Вот как раз Тут Бахаилла Предупреждает своих последователей Против того Чтобы Противопоставляли Послания К друг другу Он говорит Что и Христос И он сам Абсолютно равны И Ухамат И Будда Это все Абсолютно И Моисей Это все Абсолютно равны То есть Есть в откровении Некий генезис Иначе говоря По мере готовности Людей Оно посылается новое Да Вот именно так Причем Речь идет о том Что Это откровение Не прекратится Никогда По мере развития Цивилизации Пока будет цивилизация существовать Будут То есть Нету концепции Последнего права Нету И Бахаилла Сказал Не ранее чем Через тысячу лет После появления Его Сынову Возможен только Следующий Явитель Бога Следующий Пророк Не ранее чем Через тысячу лет Ну а за это время Человечество должно Прийти к единству Это основная идея Религия Бахаилла Единство 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 Вне зависимости от расы Национальной Религиозной Очень сложная мысль Самое главное необычное Да Вне зависимости от каких-то Предрассудков Которые разделяют люди Люди едины И Бахаилла Говорит о том Что Ну Равенство мужчины и женщины Впервые в истории Религии Правоглашает Абсолютное равенство Ну христианцы тоже Правоглашают Нет В Христе Скорее Подчиненное положение Ну а не просто В итоге так получилось А Христос Товарищи Павел Говорит Что нет в Христе Ни иудеи Ни эллина Ни мужчины Ни женщины Ни господина Ни рода Потом да Потом в итоге Они поняли Что это такая вещь невозможна В том мире Вы же сами говорите Что по мере готовности людей Люди не готовы То есть вот такое значит Да Вот Значит Следующим положением Религии Баха Является Гармония науки Религии Бахула утверждает Что религия не противоречит Науке Так сказать Ни в коей мере Вот Дальше Бахула говорит о том Что человечество Должно выбрать Единый язык Человеческого общения Межнационального Что Это должен быть Кого не говорит Какой язык Но это должен быть Обязательный язык Который так связывает Людей всей планеты Он говорит о том Что каждый человек Обязан самостоятельно Искать истину Полагаясь Ни на какие авторитеты Это тоже Один из принципов То Что еще одно Необычное Свежее Свежее То У БХИ нет священников Нет пастырей Все вопросы Решаются Коллективно Совещательно И выбор Руководит Жизнью Общины Духовные собрания Причем Духовные собрания На каждом уровне На уровне местных Духовных собраний В каждом местности Есть 9 БХИ Значит Выбирается Духовные собрания Все вопросы Решаются Совещательно Причем Выборы Закрытым тайным голосованием Происходит На национальном уровне На самом высоком уровне На уровне Теперь уже Это все Минутом справедливости Я немножко Прекратил Рассказать об истории Пришел принцип И к структуре Организации Самой Религиозной жизни Было бы Наверное Последовательно Закончить Что там дальше Было Историческое Но вот Абдул-Баха В результате Такой Миссионерской деятельности Сына Абдул-Баха Значит Появляется Первая община Во Франции В Германии В Америке В общине Он умирает В двадцать первом году Опять же С датами У меня Очень плохо Поэтому Я мог на год На два шлиться Ну двадцать первый год Допустим И Уже Правнук Бахулулы Шобь Ефенди Становится Хранителем веры После Абдул-Баха До пятьдесят седьмого года До момента его смерти Ну Шобь Ефенди Уже вот Устанавливает Административный порядок Бахаи по всему миру Причем ведь Религия Бахаи вторая По распространенности Религия в мире После христианства По Географической Спространенности Вот Значит И В пятьдесят седьмом году Шобь Ефенди умирает Уже в шестьдесят первом году Как и завещал Бахаулла Избирается первый состав Всемирного Дома Справедливости Который сейчас заседает в Кайфе В Израиле На горе Кармире Там Бахаистские сады Как раз разбиты И Персидские Вот эти сады Совершенно замечательные Красоты Здания Место захоронения Баба И даже Городницкий Наш Барт Автор-исполнитель Когда посетил эти места Он сочнил Очень замечательную Песню Я позволь себе прочитать Это стихотворение Бахаи На горе Кармире Где стоит монастырь Кармиритов У подножия его Где могила Пророка Ильи Где католики К небу возносят Молитвы И евреи Кончаясь Возносят Молитвы Свои По золоченным Куполам В синих лучах У приехавших Морем и суши Всегда на виду Возвышается храм Новоявленной Верой Бахаи Возле сада Цветущего Трижды в году Этот сказочный храм Никогда и теперь Не забуду Где все люди Всегда Меж собой В постоянном ладу Одинаково чтут Там Христа Магомета И Буду И не молятся там А сажают деревья В саду Там входящих светло Обнимают прохладные тени Там на клумбах цветы Извояния животных И птиц Окружают тебя И о сочетании Странных растений Что не знают границ Что не знают границ Буду я вспоминать Посредине погоды Морозов Лабиринты дорожек По склону Сбегающего вниз Где над синей морской Распускается Чайная роза И над жаркой розой Недвижный Парис Мы с тобой войдем В этот храм В этот сад Наклоненный Полога Звонкая птиц Над цветами Закружится Вновь И тогда мы с тобой Осознаем присутствие Бога Ибо Бог есть любовь Ибо Бог есть любовь Там действительно Замечательные Красоты здания Сады Нет К сожалению Не было Значит И На каждом континенте По одному храму сейчас Вот Интересно Что первый храм Бахаи Был на территории Российской империи В Ашхабане Он разрушен потом Позже Он был разрушен Ну а сейчас На каждом континенте По своему храму Вот в европейском континенте Франкфурти на майне Значит Самый известный Наверное это храм Лодос В Нью-Дели В форме цветка лотоса Такое значит здание Совершенно Замечательной красоты Из белого мрамора Вот Ну Бахаулла Сказал Что придет время Когда Значит В каждом городе Будет духовное собрание Бахаи Вот И Интересно Что Бахаулла Пророчествовал По поводу Трех государств Вот Которые в будущем Будут в духовном отношении Процветать Интересно Как вы думаете Какие А Россия Может быть Индия Китай Нет У вас есть версия Ну я думаю Что Мексика Нет Россия Вот Самый удивительный Образ Россия Израиль И Иран А Ну ясно Значит он был вот так Ориентирован Да Понятно Где Где в общем-то жил Понятно Значит Причем Вот сейчас На территории Израиля Никаких разговоров О религии Бахаи быть не может Потому что Так сказать Либо Бахаи предупреждает Даже об этом Потому что Ну вот такая Договоренность С Израильским правительством Что вот святые места Бахаи Израильтяне об этом Так более-менее Наслышаны Что они есть Но Никакой Такой Деятельности Как говорят Невозможны В силу договоренности Очень интересно Вот Ну вот В общем Наверное Основная информация Такая вся О религии Бахаи А культ Как культ Есть Есть Речь идет о том Что вы подразумеваете Под культом Ритуалы Ритуалы Минимальная Так сказать Ритуальная часть Священное писание Есть Конечно Что там написано Причем На русский язык переведено Сейчас очень мало еще В основном На английский переведено И то не все еще Он писал на На фарси Значит арабский язык На русский И на половину На фарси Да То есть 50 на 50 процентов Переводить очень сложно Поэтому Не переведено еще Все они там Находятся В центре Бахаи Вот Значит Ну вот Какие у вас вопросы Значит Культ Это оккульт Значит Минимальное количество Условностей Ритуалов Нет совместных молитв Каждая молитва Индивидуальная Обращение к Богу Единственная Совместная молитва Условностей То есть Вот Если бы вы Попали Скажем На встречу Бахаи То Трудно было бы Отличить ее От какой-то светской Такой Очень Благонравной Такой Встречи Людей Нет Не особых одежд Не особых Каких-то Песен Есть конечно Песни Какое-то Творчество Но Это настолько Не афишируется Настолько Это не является главным Для Бахаи Ритуальная Часть Она скорее второстепенна Ну и Самое главное Что в общинах Бахаи Человек любой национальности Любого Вероспроведания Какие нормы Этические нормы Какие они придерживаются Христианских Или Мусульманских Или общечеловеческих Как они бы это высказывают Я думаю Что По моим Все что я сейчас рассказываю Это мое Личное Впечатление О религии Значит Что касается Этических Каких-то норм Главное Это толерантность В отношениях Между людьми То есть Ты должен допускать Что любой другой человек Имеет право На свое собственное суждение Мнение Что Это право Дано ему Богом И ты не вправе Его решать Насколько Как бы ты был Несогласен С мнением другого человека Но Другой имеет право На свое суждение На свое мнение Я думаю Что это Вот такой Кравугольный камень Этического кодекса Бхула Не А там Может быть Что-то типа Монашества Бхула Запретили То есть Никакого Слепота Душа Бхула Пишет О том Что Душа Человек После смерти В Следующем Мире Более Более Высокий Более Более Высокий Чем ближе Он к Богу Окажется В том Следующем Мире Тем более комфортно Его душа Будет чувствовать В следующем Мире То есть Смертное воздание Есть И дальше Он говорит о том Что Еще Бхула Говорит о том Что Как Мое понимание Бхула Бхула Говорит Вот в этом Мире Материальном У нас есть какие-то препятствия Которые мы преодолеваем И В этом Мы видим Какую-то Беду Что столько у нас И денег нет И болезни Все это мешает нам жить Но на самом деле Это нам дается Для Духовного роста В том Следующем Мире Этого нет И в этом смысле Развитие в том Следующем Мире Оно Более медленное Чем здесь Здесь мы Какую-то свою дурную Привычку бросили И мы уже как бы Поднялись Быстро Там это так сказать Сложнее сделать Поскольку Там нет препятствий Там душа развивается Только за счет Мазицы Это немножко похожего На На Индуизм Потому что Наверное Хотя на самом деле Религия Бахаре Равна долина Всех других Или на какую-то Индуистско-буддийскую Точку зрения Когда Мир богов Ты можешь Переродиться Мир богов Нет Но религия Бахаре В смысле Богов Ты можешь стать богом Но бог хуже человека По той простой причине Что он больше Колесо Вот этого Перевоплощения Постоянного Он больше У него Вовлечен Он из него Не может Вырваться Потому что В его действительности Настолько сладостно Что из него Вырваться неохота Он не получит спасение Он не придет В ситуации нирвана Которое требует Буддизм Буддизм С большими элементами Индуизма То есть Такова точка зрения То есть Монотеистической А сатаны нет Нет А зло Как объясняется? Вот как Тьма Это недостаток света Так Какие-то Недобрые Злые поступки Это недостаток Просто недостаток добра Значит Это вот так обсуждается А у бога Имя какое-то есть Или это тот же самый бог Что и у других Монотеистических Тут же самое То есть Говорится, что у всех Один бог Конечно Даже у буддистов Которого бога нет Ну Если Есть Бог или бог У буддистов Трудно сказать Потому что Будда Все метафизические Вопросы О трансцендентном Обходил молчание У него принцип молчания Поэтому Нет Мы не о Будде Мы говорим об ахаизме Вот Это Такова ситуация То есть Злой недостаток света То есть Сумерки То есть Что еще Значит Люди просто между собой собираются А как говорится Как происходит Финансирование движения Вот Допустим Я не являюсь БХАИ Примером Я захочу Внести В кассу БХАИ Какую-то сумму Миллион Или Два У меня не есть Я захочу У меня не возьмут Если я не БХАИ А как вы становитесь БХАИ Просто человек приходит И говорит Что я разделяю убеждения БХАИ Я становлюсь БХАИ Все очень довольны Радуются То есть Приходят в общину Ну да В общину То есть Я вне общины Не могу стать БХАИ Можете Могу тоже Можете Это дело вашей совести Можете стать БХАИ Но В принципе Было бы Нет Так они откуда знают Что я не стал сам по себе БХАИ И почему они не могут принять от меня деньги А Нет Вы можете прийти и сказать Я БХАИ И у вас примут деньги Понятно Ну несложно Да Так мусульман Это же тоже Достаточно произнести Что Нет Бога Кроме Бога Нет Кроме Бога Кроме Бога Кроме Аллах И все Ну в смысле Как-то прилюдно это сделать Вот То есть То есть То есть То есть Кому человек может быть Как-то Стать БХАИ Священников есть Но есть глава общины Нет Глава общины Никакой личной властью не пользуется Только само духовное собрание То есть Только Совещательные органы А Председатель вообще номинально Просто подписывает бумаги Все Угу Подписывает все таки Ну бумаги Которые Все равно Решили А вред погребения У БХАИ Как-то какой-то есть Или есть Да читается молитва На погребении Значит Ну очень похоже Кстати на мусульманское Так сказать Вот У него есть Погребение идет в землю В землю Так В гробу В гробу Причем интересно, что БХАИ сказал, что в будущем будут гровы хрустальные Ясно А на нем есть имя глава усовшего? Нет На палец надевается кольцо Да И ему Да И это На этом имя Там есть На кольце Есть молитва А на самом На гробе есть? Есть Знак БХАИ Это Девятиконечная звезда Девятиконечная Вот Девятиконечная звезда Это знак БХАИ Символ Камень Ну да А имя пишется на камне? Конечно То есть можно Нету Да? Тут никаких проблем А бракосочетание? Бракосочетание БХАИ может Значит Моногамия строгая БХАИ Развод разрешен? Развод разрешен Развод разрешен Развод только через год воздержания То есть если Решили развестись Пара То Они год должны воздерживаться От Совместной жизни И от жизни с кем-то другим Там Вот Тогда официальный развод То есть человек выполнил вот это условие Что касается самого брака То Значит Люди Брачующиеся Произносят Тоже Молитву определенную Не важно Брак может быть заключен С христианами С мусульманами С кем угодно Это не Главное чтобы Брачующиеся произнесли молитву Это И Только с разрешения родителей Вот обязательно разрешение Здравствующих родителей Для БХАИ То есть без разрешения родителей Брак БХАИ не заключается Интересно что у БХАИ Они Девочкам Первым дают образование Мальчикам во вторую очередь Потому что Считается что Девочке рожать И поэтому Девочке нужно В первую очередь Дать образование Чтобы она успела Потом Так сказать Выполнить свою В первую очередь Ну то есть Если выбор Ставится между мальчиками И девочками То Прежде всего Нужно девочке Ясно Девочке А количество браков После развода Сколько угодно Нету тремя Скажем Нету Ограничения по моему Тремя Все таки тремя Ограничения Имеют право Выбрать религию В пятнадцать лет Или не выбирать То есть До пятнадцати лет Они Причем Когда им пятнадцать лет Никто не имеет права Родителей на них давить В плане Так сказать Выбора религии Которые принадлежат Или не правили Ну что Что у нас еще Из заварятов Больше ничего Священников у них нет Сразу же проще Все А какие-то там Пророчества В будущем Что случится еще Бахвала сказал Что Вот Эру Повзросления Человечества Будет характеризовать Два Таких Факта Первый факт Это Когда Власть имущая Будет отказываться В единоличной власти А второй факт Это что будет создана Такая наука Как божественная философия Одним из достижений Который Будет принципиально Новый подход К превращению элементов Вот Как это понимать Я эту фразу Скажите пожалуйста А вам в Петербурге Бахаритов много? Около двухсот человек То есть Всего лишь одна община Одна община То есть Не две А у вас В Москве самостоятельная община Скажем В Москве тоже есть община своя Тоже Да У них есть какие-то собрания Как-то Вахарат Вложил собственный календарь Раз в девятнадцать дней Праздник Девятнадцатого дня Алба Хаи То есть Каждый месяц Отражает какое-то Качество Бога Воля Справедливость А месяц Девятнадцать дней А месяц Девятнадцать дней Год разбит на Девятнадцать месяцев По девятнадцать дней Плюс вставные дни И Новый год Всегда двадцать первого Марта Навруз Двадцать первого Интересно Двадцать первого Марта Это значит Грубо говоря Я византийский экипаж Угу Так Значит Вот У него по девятнадцать дней Сколько у нас Стас Ушел уже? Почти Слушай, а девятнадцать У нас что? Круг Солнца, Круг Луны Или Индикт? Сейчас Скажу Подобед Пятнадцать Так Еще раз По-моему Круг Солнца Круг Солнца Круг Солнца Не скрывается Катя, это скрывается Астономия? Нет Ты не знаешь Не скрывается? Нет Там А какие-то запреты Там что-то есть Нельзя там допустить? Значит Запрет На употребление наркотиков И алкоголя Ну За исключением тех случаев Когда врачом прописан Угу Это полный Алкоголь Полностью запрещено, да? Ну Без Рекомендации врача Вот И Плюс Что еще? Ну Естественно Всякие там Жестокое отношение С животными А если Бахаи убил кого-то То что с ним будет? Ну Если Бахаи убил с людьми Он должен быть Подвижен суду А в гражданском? Естественно То есть с ним Ничего специально не будет Ну Бахаулла говорил о том Что если Один человек Сознательно убивает Другого человека Да То вот С точки зрения Божественной мудрости Справедливо Будет его самого Лишить жизнь Если он сознательно Сознательно убил Другого человека Или сжег его дом Вот Я хочу закончить эту мысль Лиха Толстой Лиха Толстой был очень близок Бахаи Сандул Бахаев Состоял в переписке Да Но когда он это услышал Для него это было неприемлемо Для Лиха Толстого И когда я лично Впервые прочел это Я думаю Ну что ж Человек просто Сжег чужой дом Бахаулла оговаривает Что да Если человек Сжег чужой дом Или Сознательно Или убил своего человека Если суд считает Что его можно Житим и жизнью оставить То это тоже будет справедливо То есть Но в принципе В принципе Справедливо будет И своего самого Решить жизнь Потому что не дал другому человеку Как я понимаю Дожить Своему положенному И Я тоже Когда об этом узнал Ну что ж Сжег другое Чужой дом И все А тут Наступило Как раз 11 сентября Когда небоскрой Вырушится В Америке Я понял Ну вот понятно Что это пророчество Каким-то образом То есть Это тоже Очень справедливо А есть можно все Животного Сидит еще Да Все можно То есть Нет никаких запретов Нет Просто Обычно Убивать животных Там тоже Бахвала Единственную рекомендацию Перед едой Желательно Пить воду А скажите пожалуйста А когда на собраниях Вот эти 10 человек собираются Что происходит Не всегда 200 собираются Собираются Значительно меньше Потому что Некоторые в разных районах Собираются В городе Ну вот они Какое Какое Другое собрание Сколько человек собралось Бахаи Сначала Духовные части Зачитывают Послания Вселенного Дома Читаются Ну Потом Бывает Концертная часть Песни Поют Потом За чай Садятся А скажите пожалуйста А как Наши Власти Церковные Таких Относит Бахаизм Вы знаете Я вот недавно прочел Как раз Брошюру Прошлого Нашего Метрополита Петербургского Не прошу Патриарха Вот Сейчас у нас Кирилл Да? Алексей Алексей Выпущенный Под его Энциклопедия Православная И там Об бахаизме Очень объективная информация Объективная Объективная Очень объективная информация Но при этом Вот скажем У отца Меня Царство Небесное Замечательный был священник Конечно У него спросили Его мнение Об бахаизме На публичной лекции Он ответил Что это Религия призывает К слиянию Всего других религий Когда это заблуждение Заблуждение Да Религия бахаизме призывает Бахула говорит о том Что каждая религия Она сохранит свою идентичность В веках И не прекратит свое существование Каждая религия Будет существовать И это нормально Это естественно То есть Бахула просто говорит о том Что бахаи понимают религию Не как изолированные Ростки А как единое дерево Различие останется Различие останется Осознанно Как единый корень А у нас хам бахаи есть где-то в Говоре? Не хам, а специальные ключи В центре бахаи у нас в Петербурге есть Большая морская 53, квартира 17 Значит там Собираются бахаи каждые 19 дней Есть святые дни Скажем Новый год Еще какие-то И вообще всегда рады Всем, кто интересуется Бахаи прийти Будут рады всегда принять Еще, еще нет А по поводу этих пророчеств Мы там договорили, да? Ну, я сказал Вот это основные пророчества бахаи Которые Я повторяю Все, что я сейчас здесь говорю Это мое сугубное Личное мнение Я к сегодняшнему выступлению Так сказать, специально не готовился Поскольку это спонтанно Мы решили об этом поговорить Я сразу говорю Чтобы, так сказать Не было ко мне каких-то претензий Что я какую-то официальную 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 точку зрения Значит Там, скажем Общины бахаи Излагаю Я излагаю свою точку Как я вижу Общину бахаи Ну, согласно принципам бахаи Каждый имеет право Выставить все Самостоятельно Правильно? Да, безусловно Поэтому Вы имеете точно так же Право высказать Как вы понимаете Нет, ну я какие-то даты Не могу вспомнить Вот, если вы говорите Понимаете Ну, это не важно Это же мы просто так Мы же у вас спрашиваем Потому что сами не знаем ничего А в каких странах Проследуется бахаизм активно? В Иране Только в Иране В большинстве Ну, я думаю, что Ну, в таких странах Где силен Исламский фундаментализм Там, так сказать Ну, там только фундаментализм Шрицкого толка Саудовская Рада, например Проследуется бахаизм? Не, ну, там-то нет Все, так сказать Цивилизованная страна Ну, не знаю А в Катаре В основном в Иране Насколько я знаю Все проблемы у бахаи Так сказать Там вплоть до того, что Людей даже, так сказать Жаль жизни Активированный дом справедливости Распустил общину на территории Ирана То есть Прирекомендовал верующим Бахаины Оставшимся на территории Ирана Которые не мигрировали Не встречаться по религиозному принципу Потому что, так сказать Это небезопасно для их жизни Продолжение следует... Продолжение следует...